Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Корах, четверг и первая Томуза нового месяца. Рошходыш. Во многом недельная глава Корах посвящена женскому вопросу. Шершеля фам такое. И даже в восстании Корах один из ключевых людей это его жена. Началось оно все с того, что однажды, когда Корах вернулся из дома учения, жена начала настраивать его против Маше. Первое. Выражение лотов нехорошо встречается только в двух местах Торы. Первый раз в начале истории человечества, когда Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. И второй раз, когда Итро увидел, что Маше в одиночку руководит народом, говорит, нехорошо то, что ты делаешь. Мы не должны и не можем быть поодиночке. И посему вернемся к женщине. Первый раз в Торе змей выбрал то же, что женщину для своего дела. Секрет в том, что лишь женщине отведена роль порождать новую жизнь. Это объясняет, почему темные силы проявляют наибольший интерес не к мужчине, а к женщине. Ведь они, эти силы, тоже хотят себя проявить духовно, через духовность человека. А вот в процессе создания новой человеческой жизни. А это невозможно без помощи женщины. Вот почему змей склоняет к поступку не Адама, а Хаву. В иудаизме женщина вообще решает абсолютно все. То есть, как бы, знаете, такое абсолютное доминирование матриархата. Тора сообщает нам, что еврейские души проходят в этот мир через своих матерей. Нееврейская мама может дать жизни только нееврейскому ребенку. Даже если отец его еврей. Отец это лишь память. У него нет такой возможности дать еврейскую душу через нееврейскую мать. При этом мать еврейка в любом случае дает жизнь еврейской душе, независимо от того, какому народу принадлежит отец ребенка. Почему? Будучи носителем качества гура, женщина обладает духовной силой поставить свою собственную печать на новую жизнь, какой бы ни был ее источник. Так что, все от женщины. И в нашем недельной главе Тора утверждает, что от женщины зависит все. Согласно Медрашу, жена подстрекала короха к бунту против Маше. И о ней сказал царь Шлома. Глупая женщина своими руками свой дом разрушает. В то время, как жена Она, сына Пелета, которая тоже описывается в этой недельной главе, спасла своего мужа от бунта. И о ней сказано, что мудрая женщина устраивает свой дом. Как это было? Некто, он Бен Пелек, в начале рассказа упоминавшийся среди бунтовщиков, когда настал назначенный час, не вышел на бунт в пустыне и не оказался среди тех, кто пострадал. В результате спасся он, вся его семья. Известная из устной традиции, мы здесь имеем дело с классической ситуацией, шершили. А вам жена сказала мужу, оно тебе надо. Вот пойдет корох там, он хочет тот, а ты чего прешься? Эти простые слова женщины возымели магическое действие, спасли мужа и семью. Так что, вообще жили, написано, описывается в Медрашах, два человека, которые обладали необычайным богатством. И находились под влиянием своих жен. Один из них был еврей, второй не еврей. Но оба они погибли и потеряли свое состояние. Еврей Корох, которого жена подстрекала на бунт против Маше. И не еврей Аман, получивший от жены совет возвести для Мордыхая виселицу в 50 локтей. Кстати, ему в этот момент и голову не приходило, что сам готовит виселицу для себя. Три жены, написано, стали причиной гибели своих мужей. Это Хава, заставившая Адама попробовать плод дерева познания. Это Делила, которая выпытала у Шамшона секрет его силы и обрекла его на смерть. И Изавель, под влиянием которой муж Ахав, царь, совершил великие, как сказать, негативные поступки. Среди женщин-спадших мужей тоже описывается, это жена Оона, как образец которой был в этой недельной главе, благодаря мудрости которой он не присоединился к Короху. И Михаил Батшаул, которая дочка царя Шаула, которая помогла Давиду избежать смертельной ловушки, устроенной царем. Корох совершил большое преступление и одно из самых больших, которое описывалось в Торе. Написано, что никто живыми не сходил в могилу. Но молитвы женщины и обладают такой колоссальной силой, такой положительной направленностью, что могут проходить через время. А живут ли Корох и его сторонники во время воскрешения мертвых и получат ли долю в грядущем мире? Об этом есть целый спор мудрецов. Сперва написано, что Бог лишил их этого права, как и всех тех, кто отрицает основополагающие принципы Торы. Много поколений спустя Хана, мать пророка Шмуйля, молила всемогущего возродить этих грешников во время возрождения мертвых. Хана знала, что Корох, это ее предок, совершил из-за того, что предвидел, что среди своих потомков будет какой-то великий человек, в частности пророк Шмуйля. И поэтому она молилась, чтобы ни она, ни ее сын не отвечали за вечное наказание Короха. И написано, что всемогущий принял ее молитву и согласился возродить Короха и всех его последователей, кроме Датана и Аверама, и дать им долю в грядущем мире. Ну, а Датана и Аверама, это те, кто разжигали ненависть, те, кто разжигали войны, те, кто разжигали смуту. Ну, для них нет будущего мира. Вот такая история с женщинами. Ну, а чтобы сбалансировать, а то все, мы женщины, женщины рассказывают, что в молодости Хафицхайм с семьей были в очень тяжелом финансовом положении. Однажды его жена не выдержала и сказала, смотри, такой-то невежда, учиться не умеет, живет в таком достатке, а мы в такой нищете. Ответил им муж, я просто тебя не понимаю. Всевышний удостоил тебя мужа, бентара, такого, как я, учащего Тору, таких замечательных детей. А ему всего этого он не дал. Что ж ты хочешь, чтобы он наказал его еще и бедность? Все от женщины. Но мы должны знать, что каждая женщина предназначена мужчину сверху. Брахавы от слаха, шершеля фам, всего самого-самого лучшего.